Спасибо. И на самом деле история про смешанное обучение – это как раз история о том, как не переборщить с цифрой. Потому что смешанное обучение – это не о том, чтобы цифра завенела педагога, а о том, чтобы цифра дала учителю возможность фокусироваться на главном. Вот теперь у меня не работает кликер. Да, хорошо. У меня не зеленая. Попробуем зеленый. Ну, мне кажется, просто стоит… Тут пару слов просто о центре смешанного обучения, но мы можем это пропустить. А можно просто… Я готова взять зеленую кнопку, если он работает. Итак, я просто тогда буду рассказывать о смешанном обучении. Ну, первый вопрос к аудитории. Как вам кажется, современная школа сильно отличается от той школы, какой она была 50, 60, 70 лет назад? А можно там… Есть еще одна картиночка? То есть, в принципе, фотография цветная, формы нет, карандаши цветные есть, пропали перьевые ручки и чернильницы. Да, вот есть какие-нибудь еще отличия, если кто-то может найти принципиальные? Скажите мне об этом. Парта другая, да. Тут зрение ухудшилось. Другие парты. Парты действительно другие, которые нам намекают, что теперь мы можем их переставлять. И да, действительно, появились… Хотя вот меньше месяца назад я была в Уфе, мы попросили, чтобы нам дали какие-то классы, где мы можем переставлять парты. Мы пришли туда, оказалось, что эти парты, они, конечно, не прибиты к полу, но поднять их невозможно. Мы сказали, ну, их же можно переставить, в принципе, можно, но сложно. Ну, действительно, эта фотография довольно современная школа, в которой можно переставлять парты и, наверное, как-то по-другому немножко организовывать деятельность в классе. И, казалось бы, мы хотели бы ответить на вопрос, как поставить ребенка в центр образовательного процесса, как помочь ему сформировать свою индивидуальную траекторию, как максимально эффективно использовать самое дорогое, что у нас есть, это время учителя. Но мы пытаемся уже много лет найти какое-то универсальное суперрешение, которое бы сразу бы дало нам ответ на все вопросы и помогло нам этого добиться. Как вы помните, у меня должна была быть другая картинка, ну, хорошо, тогда мы просто посмотрим сейчас о том, посмотрим, что же такое смешанное обучение, является ли оно таким универсальным суперрешением, таким тем самым свитком дракона, и может ли оно действительно что-то изменить, или оно не является этим суперрешением. Но, по крайней мере, смешанное обучение мы рассматриваем как некоторый ответ на поставленные вопросы, как ответ на то, на вопросы о том, как изменить школу, как поставить ученика в центр и дать ему максимально релевантный учебный опыт каждому ученику, потому что все дети разные. Два слова еще расскажу, прежде чем говорить о смешанном. Директор одной московской школы недавно сказал мне в такой приватной беседе, что, знаешь, говорит, я много лет работал в школе для детей с УВЗ, и там было очень видно, что дети разные, у них разные заболевания, и с каждым ребенком надо по-разному, каждому ребенку надо искать подход, надо искать подход для того, чтобы действительно помочь ему учиться и помочь ему компенсировать те дефициты, которые у него есть благодаря его заболеваниям. Но когда я начала работать в обычной школе, я только через два года понял, что даже в обычной школе все дети разные, и поэтому неважно, что у них нет заболеваний, неважно, что мы не видим, мы обычно не видим то, что они разные, но на самом деле каждый ребенок уникален, и каждому нужна его индивидуальная траектория в образовании. Итак, смешанное обучение – это образовательный подход, который совмещает обучение с учителем, онлайн-обучение, который предполагает хотя бы элементы самостоятельного контроля учеником своего пути, времени, места, темпа обучения, и интеграцию опыта, полученного с учителем и онлайн. Могу ли я спросить аудитории, есть ли кто-то, кто не слышал о смешанном обучении раньше? Нет. Кто пользуется перевернутым классом? А кто использует какие-то другие модели смешанного обучения в своей работе? Ага. Ну, то есть, все слышали, несколько человек, то есть, человек 10 используют перевернутый класс, и там три человека какие-то другие модели. Спасибо большое. Очень важно… Давайте я вернусь и скажу о том, что учитель очень важен, и если у нас есть одна цифра, 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 и учителя не присутствует, то это не будет смешанным обучением. Просто чтобы не было дистанционное обучение со смешанным. То есть, как бы важно, чтобы был контакт с учителем. В идеале это контакт с живым учителем, то есть, глаза в глаза. Но, возможно, ситуации, когда ребенок все-таки встречается с учителем в формате онлайн, но в диалоге. То есть, это скайп, если, например, ребенок с ОВЗ, и он лежит в больнице или находится дома там. Но в идеале это все-таки контакт глаза в глаза. И почему так важна та самая интеграция опыта обучения с учителем онлайн? Потому что если мы на практике не применили то, чему мы научились, большая часть уходит в песок, большая часть просто утрачивается. Поэтому в определении смешанного обучения мы фокусируемся на том, что вот важна эта самая интеграция того, что сделали с учителем, и связочка, выстраивали связочки, и привязка к реальной жизни в сочетании с тем, чему научились в онлайне. Наверное, самое главное, что отличает смешанное обучение от простого применения технологий, это та самая учебная самостоятельность и возможность ребенка самому выстраивать, хотя бы в каких-то границах, наверное, в зависимости от тех моделей, которые мы используем, самому выстраивать свой путь, самому выбирать темп, в котором он работает, и хотя бы в тех границах, которые у нас есть, а это границы урока, это границы какого-то учебного курса, это те границы, которые заданы школой. Школы бывают разные, поэтому есть школы, в которых очень широкие границы и, возможно, действительно, высокий уровень самостоятельности ребенка. Так вот, онлайн-среда дает нам то самое место, то самое пространство, где мы можем достаточно спокойно отпустить ребенка, делать ошибки и не бояться ошибаться, набираться опыта через ошибки. Потому что очень часто нам, учителям, когда мы ведем урок, мы фокусируемся на том, что ошибка – это плохо. Так вот, онлайн-среда – это то место, где можно ошибаться, где не страшно ошибаться. Она сама даст ребенку обратную связь, и он может через эти ошибки научиться, с одной стороны, этого не бояться, с другой стороны, научиться корректировать свой путь по тому отклонению, по тем ошибкам, которые с ним происходят, которые он делает. Поэтому, собственно говоря, онлайн-среда становится пространством, в котором мы учим ребенка выбирать, учим ему быть свободным и делать осознанный выбор. Наверное, в традиционной школе такого пространства нет. Ну, почти нет. И когда в школу приходит смешанное обучение, у ребенка появляется пространство свободы и выбора, где он учится выбирать. Давайте посмотрим, какие же факторы влияют на результативность смешанного обучения. Прежде чем я озвучу эти факторы, прежде чем я расскажу о них, я хочу сказать, что смешанное обучение изучалось, как-то достаточно системно изучалось институтом Клейгана Кристенсена в Соединенных Штатах Америки. Они посмотрели огромное количество школ, они изучили опыт работы огромного количества школ, они выделили более 40 моделей, в которых работают учителя, но обнаружили, что не всегда смешанное обучение эффективно. То есть это не волшебная пилюля, это не серебряная пуля, которая все решает. Оказалось, что все-таки есть некоторые факторы, которые объединяют те школы, которые достигают какого-то потрясающего эффекта, какого-то потрясающего результата. И я сейчас буду рассказывать об этих факторах, а потом предлагаю поговорить о том, почему же, в чем магия, почему это работает. Итак, давайте я сейчас все-таки пролистаю. Персонализация, модель полного усвоения, среда высоких ожиданий, личная ответственность за результаты обучения, проектная деятельность и групповая работа. Сейчас мы подробнее поговорим о каждом факторе, о том, почему он важен, и дальше обсудим все-таки, в чем магия. Итак, персонализированное обучение. Именно персонализация как ориентация на потребности, интересы и особенности ученика является, наверное, одним из самых важных компонентов. Понятно, что онлайн-среда позволяет эту персонализацию, по крайней мере, сопровождать или организовывать в рамках школы. Второй компонент, второй фактор – это модель полного усвоения или мастер-бейст-леунин, или обучение, основанное на мастерстве. Вы можете увидеть вот там разные переводы этого термина, мастер-бейст-леунин, который предполагает, что каждый ученик может достигать высокого уровня усвоения учебного материала, если хорошо усвоен предыдущий материал. Мы видим, во-первых, что здесь все-таки речь о усвоении материала, то есть речь про репродуктивность, про некоторую репродуктивность. Вот, давайте я расскажу сейчас об эксперименте, но, по крайней мере, о том, что мы можем измерить. Я сейчас расскажу об эксперименте, на который опирается эта модель, и почему вдруг мы можем сейчас… почему это вдруг сейчас стало актуальным. Этот эксперимент проводил… точнее так, серия экспериментов проводилась Бенджамином Блумом, тем самым, который Бенджамин Блум, который придумал таксономию Блума. Кто слышал про таксономию Блума, поднимите, пожалуйста, руки. Ну, больше половины. Две трети. Спасибо. Вот. Он искал ту самую серебряную пулю, которая может что-то изменить. И он придумал некоторый эксперимент, который проводил он, проводили его ученики в разных школах, для разных возрастов, для разных предметов. Брали три класса. Была одна группа контрольная. Это оранжевая группа. Контрольная группа – это группа, которая училась в традиционной модели, в той модели, в которой, в принципе, работала там данная школа. И две группы экспериментальные. В контрольной группе обучение происходило так, как обычно. И в результате, в конце изучения некоторой темы, распределение результатов детей было похоже на нормальное распределение. Вот эта оранжевенькая кривая, которую мы видим, по оси Х, по горизонтальной оси – это результат. То есть 100% в конце, нолик в начале. Вот это примерно 50%. То есть в среднем большая часть учеников по оси Y – это количество учеников. То есть мы видим, что большая часть учеников усваивала учебный материал на 40-50-60%. И было какое-то количество детей, не очень большое, которые усваивали учебный материал на 80%. И совсем мало тех, кто выше, чем на 80%. Две другие группы были построены следующим образом. Синим цветом группы, в которой каждому ребенку дали персонального учителя, фактически репетитора. И ребенок изучал эту тему с ним в то же самое время, которое тратил обычный класс на изучение этой темы. И мы видим, что количество неуспешных детей, вот прям совсем неуспешных детей, оно вдруг стало практически равно нулю. И на 50% уровень усвоения материала 50% у единиц. То есть, наверное, те, кто раньше, те, кто в обычной ситуации были бы двоечниками условными, в ситуации обучения с репетитором, достаточно хорошо усваивают учебный материал. И большая часть детей, занимаясь с репетитором, один на один усваивает более 75% учебного материала. Но теперь посмотрите на красную кривую. Один учитель, 30 детей и достаточно заметный сдвиг. Почему? Что делал этот учитель? Он тратил столько же времени на этот класс. Но отличие было в том, что он объяснял учебный материал и после этого делал быстрый срез. Брал детей, которые не поняли, садился с ними. Остальные дети в это время уже начинали какое-то применение, начинали применять полученное каким-то учебным задачам. Он садился и заново объяснял детям, которые не поняли. После этого дети опять синхронизировались и работали, как обычно. Еще через некоторое время он делал повторный срез, опять выбирал тех, у кого не получается, и еще раз им объяснял. И, в принципе, двух-трех таких дообъяснений было достаточно для того, чтобы в итоге изучения темы получить такой фантастический результат. Большинство, наверное, училось в педагогических вузах. И если вспомнить, на что это нам напоминает, это напоминает дифференциацию. То есть мы взяли, протестировали детей, выбирая тех, кого... И дальше начали предлагать в зависимости от уровня усвоения разные модели. То есть здесь учитель просто объясняет, переобъясняет учебный материал. Почему дифференциация не взлетела? Потому что надо ручками проверять 30 работ. Каждый ребенок, даже если это всего три вопроса, каждый ребенок выполняет это задание. Теперь нам надо все это собрать в листочки, сложить, проверить, выбрать тех, кто не понял, и дальше их позвать к себе, чтобы им что-то заново объяснить. Долго и мучительно. Если у нас есть телефон, мы можем сделать простой, быстрый тест, провести телефон по классу, дети подняли ответы, ну, с помощью Plickers, например, или любых других инструментов цифровых, и сделать прямо быстро средство за две минуты, протестировать, взять тех детей, у которых что-то не получается, и поработать с ними. Поэтому понятно, что реализация и применение этой модели стало реалистичным именно в цифровую эпоху, с появлением цифр у нас в кармане, с появлением гаджетов у нас в кармане. Ну, или, например, вы можете сделать тест, дети зашли по ссылке, по QR-коду, сделали его, через две минуты вы видите в табличке, у кого получилось, у кого не получилось, там в Google формах, вообще ничего сложного. Третий фактор – это среда высоких ожиданий. Среда высоких ожиданий – это история про мотивацию. Мы предполагаем, что у каждого человека есть какая-то высокая цель, к которой он стремится. И мы транслируем эту идею детям. Почему это важно? Ну, если мы работаем в школе для одаренных детей, если мы работаем в школе, где какие-то отобранные дети, этой проблемы не возникает. То есть, в принципе, если дети видят людей вокруг себя, своих родителей, друзей родителей, они растут в среде, где есть люди с целями. И тема целеполагания для них является вполне естественной. Но если же мы работаем в школе, которая находится в среде со сложным социальным контекстом, ну или просто в обычной школе, где у родителей нет времени на то, чтобы разговаривать с детьми. Мы знаем, что современные родители не более 12 минут тратят на общение с детьми. Но есть исследования, которые показывают, цифры немножко отличаются, по-моему, от 8 до 20 минут в день. Это не то время, за которое можно научить ребенку целеполаганию, не то время, за которое можно рассказать ребенку о том, как ставить какие-то цели, как к ним идти. И поэтому школы, особенно школы, работающие в среде со сложным социальным контекстом, контекстом сознательно транслируют детям, что очень правильно и здорово, когда у каждого человека есть цель. И ты ставишь эту цель, ты разбиваешь ее на этапы, ты идешь по этим этапам, потом рефлексируешь, что у тебя получилось, что не получилось, и дальше у тебя такая последовательность целей. И, естественно, там должна быть какая-то высокая цель, на которую в идеале нанизывается то, что ты делаешь в школе. И это делает нахождение ребенка в школе гораздо более осмысленным. Естественно, это требует времени учителя или классного руководителя, или психолога, который работает с классом. Четвертый очень важный фактор – это личная ответственность за результаты обучения. Как я уже говорила, в смешанном обучении мы даем ребенку то самое пространство свободы и выбора. И если просто отпустить его в свободное плавание, сказать, ну вот, теперь это твое дело, что ты делаешь. Он, не имея такого, скажем так, примера, и не сможет, ему будет сложно выбрать. Поэтому формирование личной ответственности, передача ребенку той самой ответственности за результаты происходит постепенно. И это, ну скажем так, обратная сторона свободы и выбора. Это ответственность. Мы каждый год, уже пять лет, делаем конференцию «Смешанное обучение». В этом году у нас был целый трек, посвященный учебной самостоятельности и формированию личной ответственности ребенка за результаты, собственно, обучения в разных педагогических моделях. Мы пригласили к себе там и какие-то традиционные школы, и школы, работающие в развивающем обучении, и КСОшников, коллективный способ обучения, и школа Монте-Сори, и школа самоопределения Тубельского, и парк-школы. И, в принципе, после 14 или 15 выступлений представителей разных школ стало видно, что, в принципе, все используют одни и те же этапы. Называют их по-разному, немножко по-разному акцентируются, да, но принцип единый, общий принцип формирования учебной самостоятельности, общий принцип достаточно похож. Следующие два фактора, последние два фактора выделили мы, Центр смешанного обучения. То есть, почему? Потому что в американских школах он присутствует, в европейских школах он также присутствует. и это проектная деятельность, и групповая работа. У нас просто видно, что если мы вдруг это проваливаем и забываем об этом, или делаем это очень формальным, то ни о каком смешанном обучении речь не идет. Если дети не применили, не применяют то, чему они учатся, у них и мотивация проваливается, и большую часть они теряют. Того, чему вроде бы учатся. Но, по-видимому, секретного ингредиента не существует, потому что то, что мы сейчас увидели, это есть в разных системах, это есть в разных подходах педагогических, и, наверное, чтобы сделать что-то, что-нибудь особенное, надо просто верить, что делать что-нибудь особенное. Интересно, что вот эта вот фраза кунфу панды, или я не помню, какого-то из персонажей кунфу панды, она очень коррелирует с исследованием Хэти о том, что влияет на результаты обучения. Самый такой потрясающий, наверное, фактор – это коллективная эффективность учителей. Вот она прямо на первом месте, и у нее очень высокий уровень влияния. Что это такое? Это вера коллектива в то, что если к ним приходит какой-то сложный ребенок, они, используя свой педагогический, используя свой багаж, используя свой опыт, используя свою среду, могут ему помочь и могут его включить в работу, могут сформировать для него какой-то уникальный путь и так далее. Собственно говоря, если они верят в то, что у них это есть, это работает, и не важно, что они делают. Главное, что они в это верят вместе, они используют какие-то инструменты, они видят, что эти инструменты работают, и они знают, что они сработают для любого другого ребенка. Но при этом обратите внимание, если возвращаться теперь к смешанному обучению, почему все-таки эта история про будущее, почему в каком-то смысле… Это не то, чтобы волшебная пилюля или серебряная пуля, которая решает все проблемы. Это просто, ну, как бы та реальность, которая нас в любом случае ждет, потому что от цифры мы никуда не денемся. У нас она есть, мы можем запрещать телефоны, мы можем делать все, что угодно, но она никуда не уйдет. Нам надо просто понять, как с ней жить и как использовать ее максимально эффективно. И поэтому надо применять, скажем так, то, что эффективно, и не применять то, что неэффективно. Вроде бы простые слова, но, например, среди факторов, выделенных эти, как я уже говорила, там есть коллективная эффективность, а есть, например, качество обратной связи. В каких-то исследованиях, ну, в предыдущие годы, там качество обратной связи стояло там чуть ли не на первом месте, на одном из первых мест. И история про качество обратной связи – это как раз история про смешанное обучение. Почему? Потому что в смешанном обучении в онлайн-среде ребенок получает обратную связь от системы. Вот посмотрите, да, если мы возьмем традиционный класс и спросим особенно неуспешных детей, там, за что ты получил какую-то оценку, чаще всего ребенок не может объяснить. Он говорит, ну, мне поставили там два. Почему? Не знаю. Ну, там какие-то у меня ошибки есть, но я не очень понимаю, почему. Или там сочинение, да, когда у него проверяют сочинение, чаще всего ребенок вообще, даже отличник не понимает, почему так, а не по-другому. Потому что у учителя обычно достаточно мало времени для того, чтобы каждому ребенку объяснить, почему он ставит, например, такую оценку или почему это неправильно. И ребенок просто как данность принимает, и говорит, ну да, вот какая-то магия, у учителя есть какое-то тайное знание, он смотрит в волшебное стекло на мою тетрадочку и видит там места, где надо что-то отметить. Но никакого смысла в этом нет, я не могу этому научиться. Дети, это нельзя понять, это надо запомнить просто. Вот. Но как только у нас появляется онлайн, мы можем выбрать такой онлайн, который дает хорошую обратную связь с ребенком, это раз. И это является одним из важных критериев того онлайна, той онлайн-среды, которую мы выбираем. Во-вторых, вот мы сейчас будем говорить еще о моделях, если у нас останется время. Во-вторых, в тех моделях, которые можно использовать для организации смешанного обучения, есть смысл выбирать те модели, которые увеличивают плотность контакта учителя и ученика. То есть вообще смешанное обучение направлено на то, чтобы увеличить вот эту самую плотность контакта учителю с учеником. И если у учителя появляется больше времени на то, чтобы разговаривать с маленькой группой детей, он может каждому сказать что-то персональное и дать каждому обратную связь. Именно для этого и нужна онлайн-среда, ну, и нужна онлайн-среда, и нужно смешанное обучение. И это тоже, как я уже сказала, один из факторов, выделяемых этим. Три минуты? Итак, три минуты на модели смешанного обучения. Четыре основные модели смешанного обучения, комбинацией которых является все остальное. Первая модель, перевернутый класс. Все вы ее знаете, подробнее рассказывать не буду. Скажу только одно. Если вы что-то делаете в онлайне, обязательно используйте какой-то инструмент, который даст вам, как учителям, информацию о том, что у детей получилось, что не получилось. То есть хотя бы в Google форуме сделайте простенький тестик с тремя-четырьмя вопросами по тому материалу. Они просто посмотрели видео, да, а ответили сразу на вопросы. И тогда вы знаете, что делать с этими детьми на уроке. А не так, что там ко мне пришло 20 человек, кто-то посмотрел видео, кто-то не посмотрел. Что мне было с ними, непонятно. Вторая модель. Ротация станций. Дети делятся на несколько групп. На этой картинке их три. И в течение урока они побывают на каждой станции. В данном примере станция работы с учителем, станция онлайн-обучения и работа над коллективными проектами. То есть дифференциация. Ну, как бы на входе у нас есть какая-то дифференциация. Мы их разделили на группы. Например, дали какой-то тест либо дома, либо прямо в начале урока. Разделили, запустили. Почему это дает выигрыш? Обратная связь на станции онлайн-обучения и плотная работа с учителем на станции работы с учителем. То есть вы работаете не с 30-ю детьми, а с 10-ю. Не с 24-мя, а всего с 8-ю. И совершенно другое качество контакта. Вы видите каждого. Четвертая, ой, третья модель. Ротация лаборатории. То же самое, что ротация станций, но дети переходят из класса к классу и один из уроков проходит в кабинете, например, информатики. Эта модель нужна, опять же, если вы знаете, что дети не будут выходить в интернет, нет доступа, нет дома компьютера. То есть школа заслужена социальным контекстом и сельские школы. Там это актуально. Могу подробнее рассказать или посмотреть, можно видео у нас на сайте или какие-то материалы на сайте. Ссылка на сайт внизу. И самая продвинутая модель – это гибкая модель. Это модель, в которой действительно у каждого ребенка есть свой индивидуальный учебный план. У него есть маршрутный лист, скажем так, с 1 сентября по 31 мая. И он знает, что и зачем он делает. Он может идти в своем темпе, он согласовал этот план с учителем, может быть, с куратором, может быть, с тюдером, который сопровождает класс, может быть, со школьным психологом или с классным руководителем, то есть у него с кем-то. И при этом большая часть времени он работает самостоятельно, время от времени он встречается с учителем, иногда он участвует в каких-то активностях вместе с другими учениками, делает какие-то совместные проекты, но он сам выстраивает свою деятельность. Мы раньше думали, что таких школ в России нет, но оказалось, что школы, работающие в коллективном способе обучения, КСОшная школа, они пришли к этому сами. И по мере появления онлайн-сред, у них появились как раз те самые дополнительные инструменты, которых, наверное, им не хватало для того, чтобы оно просто взлетело и стало транслируемым. То есть есть впечатление, что сейчас, если говорить про какие-то педагогические подходы, то КСОшная история – это некоторый прорыв в сочетании с онлайн-средой. То есть если есть хорошая онлайн-среда и соответствующий подход, который помогает сформировать учебную самостоятельность ребенка, то мы получаем ту самую магию гибкой модели, когда школа без классов и уроков, когда мы можем вообще там действительно отказаться от деления не только на классы. То есть это сейчас, ну, не то, что многие делают, но мы знаем школы и в Москве, и в Иркутске, и в каких-то там регионах других. А здесь можно отказаться даже от деления на классы. То есть как бы вот есть параллель там с пятого по седьмой. И каждый ребенок идет в своем темпе, и по разным предметам он находится в разных точках. Кто-то там уже изучает математику на очень высоком уровне, а кто-то идет гораздо медленнее. При этом ребенок, у которого очень прокачана математика, может быть, где-то там, на каких-то, ну, гораздо, скажем так, ближе к началу по русскому языку. Эта картиночка довольно старая. Тут какие-то, часть школ отметилась. Можно посмотреть на сайте, сейчас их больше. Вот, и не все отмечаются. Есть книжка «Шаг школы. Смешанное обучение». Если навести телефон на QR-код, можно скачать. Спасибо огромное. Спасибо, Наталья. Я позволю себе, у нас есть короткая сессия вопросов, если они есть у вас, но я начну вот с какого вопроса. Я позволю себе чуть перефразировать тот вопрос, который вчера задали учителя, не зная еще, о чем будет конкретно ваше выступление. Вопрос такой. Как подключить к этому родителей? Или не надо подключать, на ваш взгляд? Про родителей. Первое. Мы никогда не говорим родителям, что это эксперимент, что мы попробуем, мы просто говорим родителям. Теперь мы работаем так, потому что так надо работать, и мы знаем об этом. То есть полная уверенность в том, что мы делаем правильно. Второй момент. Для того, чтобы родители не боялись, то есть есть тут несколько факторов, есть родители, которые боятся и приходят и говорят, «Мой ребенок страдает от атерактивной доски». Директор школы говорит, «Да нет, говорит, он к ней спиной сидит, поэтому он не может страдать». Родители, как спиной сидит? Он же должен смотреть на доску. А у нас не надо смотреть на доску, у нас учитель по классу ходит. «А почему у нас учитель ходит по классу?» – спрашивают родители. Ну, потому что, чтобы каждому подойти, и в этом нет проблемы. Вот, для таких родителей очень правильно делать следующие вещи. То есть, во-первых, родительские собрания в одном из форматов смешанного обучения. Вот если вы в какой-то модели работаете, делайте в этом формате родительское собрание. Родители перестают бояться, с одной стороны, тогда компьютеров, телефонов или еще чего-то, и понимают, что в принципе, да, это не ужасно, что как бы эта модель в принципе работает. Если с ним, с родителем она сработала, то она сработает и с ребенком. Второй момент. Школы делают, ну, для самых тревожных родителей, скажем так, открытые, ну, уроки для родителей. То есть, суббота для родителей, когда родители могут прийти в школу со сменкой, с дневником, с тетрадками, может быть, даже с учебниками там, или с планшетами, что у них есть, прийти и посетить там несколько уроков, как дети. И после двух-трех уроков у 95% родителей вопросы снимаются. Те, кто не готовы, ну, там, по религиозным каким-то причинам или еще по каким-то, ну, вот бывают такие родители, они могут всегда там отказаться, перевести ребенка в класс, где этого нет. Но понятно, что со временем таких классов, скорее всего, не станет. Ну, или это будут платные классы. Значит, третий момент. Есть еще тема включения родителей, как бы, как союзников. И здесь здорово привлекать родителей к тому, чтобы они приходили, рассказывали, как там они, например, стали там врачами, директорами, адвокатами, кому угодно. То есть, чтобы они приходили, рассказывали, как они ставили цель и достигали ее. Это как бы вот с точки зрения формирования представления детей о постановке целей и о том, что, в общем, можно найти какой-то цели, разбивать ее на этапы и достигать эту цель в реальной жизни. Вот, спасибо. Я не считаю, что я взурпировал все право. Если есть, у нас время еще есть на один, может быть, два коротких вопроса, если они есть. Окей. Переживаем это все, проживаем. Перевариваем. Спасибо огромное. Да, я сейчас передам как эстафету. Спасибо.